Майя Санду побеждает на президентских выборах в Молдавии. Согласно данным ЦИК, после обработки более 99% протоколов, лидер проевропейской партии «Действия и солидарности» набирает более 57% голосов. Ее соперник, действующий глава государства Игорь Дадон, более 42%. Санду заручилась поддержкой более 60% жителей Кишинева. При этом оглушительную победу она держала среди молдаван, проживающих с границей. Там она набрала свыше 92% голосов. «Сегодня мы стали свидетелями поразительной мобилизации молдаван. Несмотря на кризис, несмотря на недоверие государственным институтам и на грязную предвыборную кампанию, огромное количество людей пришло отдать свои голоса, как в самой стране, так и в диаспорах». По официальным данным, явка во втором туре выборов составила более 52%. А самой активной категорией стали граждане в возрасте от 56 до 70 лет. По словам наблюдателей, избирательная гонка сопровождалась скандалами, в частности, связанных с подкупом голосов и организованной доставкой избирателей на участки. Тон выступления Игоря Дадона прошлой ночью был не столь оптимистичным по сравнению с его речами на протяжении предвыборной кампании. «Было много ненависти, много агрессии, переходящих к грани допустимого. Но выборы закончились, и я призываю всех к спокойствию и тишине. Нам в республике Молдова нужен мир, а не дестабилизация». Наступят ли перемены, за которые проголосовали молдаване, узнать можно будет после внутрипартийных выборов. Дело в том, что роль президента в стране символическая, и Майя Санду не будет иметь много полномочий. К тому же партия социалистов Игоря Дадона всё ещё имеет, хоть и хрупкое, но большинство – как в правительстве, так и в парламенте.